Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны. Часть первая. В тылу. Предисловие. Великой эпохе нужны великие люди, но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них, но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, ни к кому не пристает, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно — Швейк. И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде — тот самый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан Чешского королевства, и слава которого не померкнет и в республике. Я искренне люблю бравого солдата Швейка, и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии. И этого вполне достаточно. Автор. Глава первая. Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну. — Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка. Швейк несколько лет тому назад, после того, как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные. Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени опыда льдоком. — Какого Фердинанда? — пани Мюллерово, — спросил Швейк, не переставая массировать колени. — Я знаю двух Фердинандов. Один служит в аптекарском магазине Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил бутылку жидкости для ращения волос. А еще есть Фердинанд Кокушка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко. — Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда, того, что жил в Конопиште, того, толстого, набожного. Эрцгерцог Фердинанд, 1863-1914. Франц Фердинанд фон Эсте, племянник австро-венгерского императора Франца Иосифа I, наследник престола. Был убит вместе со своей женой в Сараево 28 июня 1914 года. Конопиште «Замок эрцгерцога Франца Фердинанда в Чехии». — Иисус Мария! — вскричал Швейк. — Вот тяна! — А где это с господином эрцгерцогом приключилось? — В Сараево его укокошили, сударь, из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле. — Скажите на милость, пани Мюллерово. — В автомобиле? — Ну, конечно, такой барин может себе это позволить. А, наверное, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараево. — Сараево — это в Боснии, пани Мюллерово. А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и герцоговину. Нечего нам было отнимать у них Боснию и герцоговину. В 1908 году Австра-Венгрия анниксировала Боснию и герцоговину. — Вот какие дела, пани Мюллерово. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился? — Тут же помер, сударь. — Известно. С револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью, да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет на четвертом этаже. — Из иного револьвера пани Мюллерово хоть лопни не выстрелишь. Таких систем пропасть. Но для эрцгерцога, наверное, купили что-нибудь этакое, особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога — штука нелегкая. Это не то, чтобы браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмоть их не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди, сцапает полицейский. Там, говорят, народу много было, сударь. — Так, разумеется, пани Мюллерово, — подтвердил швейк, заканчивая массаж колен. — Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя-императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались? Ум хорошо, два лучше. Один присоветует одно, другой другое. И путь открыт к успехам, как поется в нашем гимне. Главное — разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните, господина Люккини, который проткнул нашу покойную Елизавету Напильником? Луиджи Люккини 10 сентября 1898 года убил австрийскую императрицу Елизавету, жену Франции Иосифа I. Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям. С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите пани Мюллерово, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя-императора, раз уж начали с его дяди. Начали с его дяди. Швейк ошибается. Франц Фердинанд был племянником, а не дядей Франца Иосифа I. У него, у старика-то, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал, «Придет время, эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». А потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво. И трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому две. Потом его увезли в корзине очухаться. Увезли в корзине очухаться. Во времена австро-венгерской монархии полиция увозила пьяных в ручной тележке-корзине. «Да, панни Мюллерово, странные дела нынче творятся. Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана, зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он все свое, должен был поговорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и бац ему прямо в сердце. Пуля пробила капитана насквозь, да еще наделала в канцелярии бед, расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги. — А что стало с тем солдатом? — спросила минуту спустя пани Мюллерово, когда Швейк уже одевался. — Повесился на помочах, — ответил Швейк, чистя свой котелок. — Да, помощи-то были не его. Он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать, не ждать же, пока тебя расстреляют. — Ну, понятно, пани Мюллерово. В таком положении хоть у кого голова пойдет кругом. Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев. Но он их не отсидел. Удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерово. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел немуся этого господина и подумал, — порядочный должно быть человек, раз меня приветствует. А тот возьми да и хлопни его. Одну всадил или несколько? Газеты пишут, что эрцгерцог был как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны. Но это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерово. — Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг. На вид, игрушка. А из него можно в два счета перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами, говоря пани Мюллерово, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. — Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? — Помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? 1 февраля 1908 года в Лиссабоне был убит португальский король, Карл, отличавшийся чрезвычайной тучностью. — Во, какой был толстый! Но вы же понимаете, тощим король не будет. Ну, я пошел в трактир у чаши. — Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши, и пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы. В трактире у чаши сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Брэд Шнейдер. Трактирщик-палевец мыл посуду, и Брэд Шнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было задница или дерьмо. Но он был весьма начитан, и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. Что написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. В романе «Отверженные», книга 1, глава 14, Гюго рассказывает о том, как офицер наполеоновской гвардии Камбром на предложение англичан сдаться, ответил «Дерьмо! Гвардия умирает, но не сдается!» «Хорошее лето стоит!» — завязывал Брэд Шнейдер серьезный разговор. «А всему этому цена дерьмо!» — ответил Палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в сараеве делов!» — со слабой надеждой промолвил Брэд Шнейдер. «В каком сараеве?» — спросил Палевец. «В Нусельском трактире, что ли?» «Там драки каждый день. Известное дело — Нусле!» «В Боснийском сараеве, уважаемый пан трактирщик, там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?» «Я в такие дела не лезу. Да ну их всех в задницу с такими делами!» Вежливо ответил пан Палевец, закуривая трубку. «Нынче вмешиваться в такие дела...» «Того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива. Я наливаю. А какой-то сараево, политик или там покойный эрцгерцог нас это не касается. Не про нас это писано. Это панкратцем пахнет!» «Панкратц — тюрьма для политических заключенных в Праге». Брэд Шнеллер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир. «А когда-то здесь висел портрет государя-императора...» Помолчав, опять заговорил он. «Как раз на том месте, где теперь зеркало...» «То вы справедливо изволили заметить», — ответил пан Палевец. «Висел когда-то. Да только гадили на него мухи. Так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание? И посыплются неприятности. А на кой черт мне это надо?» «В этом Сараево скверно видно было. Как вы полагаете, уважаемый?» На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Палевец ответил чрезвычайно осторожно. «Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали. «В каком полку вы служили, уважаемый?» «Я таких пустяков не помню. Никогда не интересовался подобной мерзостью», ответил пан Палевец. «На этот счет я нелюбопытен. Излишнее любопытство вредит». Тайный агент Брэд Шнэйдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом, «В Вене сегодня тоже траур». Глаза Брэд Шнэйдера загорели с надеждой, и он быстро проговорил. «В конопишке вывешено десять черных флагов». «Нет, их должно быть двенадцать», — сказал Швейк, отпив из кружки. «А почему вы думаете, что двенадцать?» спросил Брэд Шнэйдер. «Для ровного счета, дюжина. Так считать легче. Да на дюжину и дешевле выходит», — ответил Швейк. Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув. «Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное. Не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов. Мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Вот помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц. И за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как лазарь, лежал, связанный козлом. Лежал, связанный козлом. Это наказание в австро-венгерской армии состояло в следующем. Провинившемуся солдату привязывали руки к ногам и в таком положении оставляли лежать в течение дня и более. На военной службе должна быть дисциплина. Без нее никто бы и пальцем для дела не пошвельнул. Наш, обер-лейтенант Маковец, всегда говорил, дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас дураки безмозглые людей сделает. Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади. И на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. Все это сербы наделали в Сараеве-то, старался направить разговор Брэд Шнайдер. Ошибаетесь, ответил Швейк. Это все турки натворили из-за Боснии и Керцеговины. И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах. Турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией. Они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел, застрелили Фердинанда. «Ты турок любишь?» — обратился Швейк к трактирщику-палевцу. «Этих нехристей? Ведь нет?» «Посетитель как посетитель», — сказал палевец, — «хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай, что в голову взбредет. Вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серп или турок, католик или магометанин, анархист или младочих, мне все равно». «Хорошо, уважаемый», — промолвил Брэд Шнейдер, «опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии». Вместо трактирщика ответил Швейк. «Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был бы быть потолще». «Что вы хотите этим сказать?» — оживился Брэд Шнейдер. «Что хочу сказать?» — с охотой ответил Швейк. «Вот что. Если бы он был толще, то его уже давно бы хватило кондрашка. Еще когда он в конопишке гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только! Дядя государя императора!» А его пристрелили. «Это ж позор! Об этом трубят все газеты. Несколько лет назад у нас в Буддеевицах на базаре случилась небольшая ссора. Проткнули там одного торговца с котом, некоего Бржетислава Людвига, а у него был сын Богуслав. Так тот, бывало, куда не придет, продавать поросят. Никто он еще не покупает. Каждый, бывало, говорит себе, «Это сын того, которого проткнули на базаре». Тоже, небось, порядочный жулик. В конце концов, довели парня до того, что он прыгнул в Крумлаве с моста во Влтаву. Потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, пришлось воду из него выкачивать. И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора, после того, как тот ему впрыснул чего-то. — Странное, однако, сравнение, — многозначительно произнес Брэд Шнейдер. — Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце с котом. — А какое тут сравнение? — возразил Швейк. — Боже, сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать. Вон, пан Палевец, меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал. Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели? Имение в конопиште без хозяина? Выходить за второго эрцгерцога? А что толку? Поедет опять с ним в Сараево, и второй раз овдовеет. Вот, например, в Зливе близ Глубокой несколько лет тому назад жил один лесник с такой безобразной фамилией — Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника. Пепика, шаловицы из Мыловар. Ну и того тоже как раз прихлопнули. Вышла она в третий раз. Опять за лесника. И говорит, Бог троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать. Ну, понятно, и этого застрелили. А у нее уж от этих лесников круглым счетом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняло мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Ярыша, сторожа сражеской запрудой. И что бы вы думали? Его тоже утопили во время рыбной ловли. И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за канавал и изводнен. А тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в писаке вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет. Да сказал еще что-то очень скверное про государя-императора. А вы не знаете, что он про него сказал? Голосом, полным надежды, спросил Брэд Шнейдер. И этого я вам сказать не могу. Этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил. И его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя-императора, какие с пьяно делаются. А какие оскорбления государю-императору делаются с пьяно? Спросил Брэд Шнейдер. Прошу вас, господа, перемените тему, вмешался трактирщик Палевец. Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности. — Какие оскорбления наносят государю-императору с пьяно? — переспросил Швейд. — Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе-императоре, что, если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание, сына Рудольфа он потерял в отсвете лет полного сил, жену Елизаветы у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата мексиканского императора в какой-то крепости поставили к стенке. Сына Рудольфа он потерял в отсвете лет. Единственный сын Франца Иосифа Рудольф умер при неизвестных обстоятельствах в 1889 году. Потом не стало его брата Яна Орта. Эрц-герцог Иоганн Ян в 1889 году отрекся от своего титула и принял фамилию Орт. В 1891 году пропал без вести. Брата мексиканского императора в какой-то крепости поставили к стенке. Эрц-герцог Максимилиан Габсбург, император Мексики с 1863 по 1867 год, был посажен на престол французскими интервентами. Впоследствии взят в плен мексиканскими республиканцами и расстрелян в крепости Криверратаро. А теперь, на старости лет, у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю-императору до последней капли крови. Швейк основательно хлебнул пиво и продолжал. — Вы думаете, что государь-император все это так оставит? — Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. Убили мы его дядю. — Так вот. — Вот вам, по морде. Война будет, это как пить дать. — Сербия и Россия в этой войне нам помогут. — Будет драка. В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все у него выходило просто и ясно. — Может статься, — продолжал он рисовать будущее Австрии, — что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно — это такие мерзавцы. Других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с 71-го года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет. Больше я вам не скажу ничего. Брэд Шнайдер встал и торжественно произнес. — Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор. Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз. Собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован, и он немедленно отведет его в полицию. Показал ему орла. На значке агентов тайной полиции в Австро-Венгрии был изображен герб с двуглавым австрийским орлом. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невиновен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить. Но Брэд Шнайдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена. Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал палевцу, «Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки, и мне уже пора идти, так как я арестован». Брэд Шнайдер показал палевцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил, «Вы женаты?» «Да». «А может, ваша жена вести дело вместо вас?» «Может». «Тогда все в порядке, уважаемый, весело сказал Брэд Шнайдер. «Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем». «Не тревожься!» — утешал палевца Швейк. «Я арестован всего только за государственную измену». «Но я-то за что?» — заныл палевец. «Ведь я был так осторожен!» Брэд Шнайдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил, «за то, что вы сказали, будто на государе императора. Гадили мухи! Вам этого государя императора вышибут из головы!» Швейк покинул трактир у чаши в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой, «Мне сойти с тротуара?» «Зачем? Ну, раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару. Я так полагаю». Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил. «Славно провели время. Вы часто бываете у чаши?» В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире у чаши пан палевец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее. «Не плачь! Не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя-императора?» Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал у чаши, то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования». Глава вторая. Бравый солдат Швейк в полицейском управлении. Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик-инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил, «Этот Фердинанд вам дорого обойдется». Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой, мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ. «Из-за Сараева, из-за Фердинанда, из-за убийства эрцгерцога, за Фердинанда, за то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога». Шестой, он всех сторонился, заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение. Ведь он сидит тут всего лишь за попытку убийства Голицкого-Мельника с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках с заплаканными глазами. Он был арестован у себя на квартире. Потому что за два дня до Сараевского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов-техников. У Брейшки, а кроме того, агент Брикси видел его пьяного в обществе этих студентов, в Монмартре, на Ржетазовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету. На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу. «У меня пищебумажный магазин». На что получал такой же стереотипный ответ. «Это для вас не оправдание». Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушений словами «Идея покушения проста, как колумбово яйцо». «Как и то, что вас ждет Панкратс», — дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе. Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка «Добролюб» в Готковичках. В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель «Добролюба» добродушно сказал «Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне!» «Гей, славяне!» — песня. «Гей, славяне!» — еще наша славянская речь живет, была сложена в Праге в 1834 году словаком-само-тамашиком. В печати она появилась в 1838 году. В Словакии и пелась на мотив польской мазурки. Получила широкое распространение у славян и считалась гимном славянских народов. Теперь он сидел, повесив голову, и причитал. «В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу». Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде, и только вечером в кафе за марьяжем, побив трифового короля козырной бубновой семеркой, сказал «Семь пулек, как в Сараеве». У Пятого, который, как он сам признался, сидит из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве, еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом, и была взъерошена борода так, что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда. Он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил. — Читали об этом? — Не читал. — Знаете про это? — Не знаю. — А знаете, в чем дело? — Не знаю и знать не желаю. — Все-таки это должно было бы вас интересовать. — Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю, а газет не читаю, газеты врут. Зачем себе нервы портить? — Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство? — Меня вообще никакие убийства не интересуют, будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать. На том разговор и окончился. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял. Я не виновен. Я не виновен! Эти слова он выкрикивал, когда вошел в ворота полицейского управления, и эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру. Выслушав эти страшные истории заговорщиков, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения. «Наше дело дрянь!» — начал он слово утешения. «Неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для Шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас. Веселее будет. Когда я служил на действительной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами? Помню, как одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить. Ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавку в ночь под Рождество. Он клялся, что зашел погреться. Но это ему не помогло. Уж-ка ли попал в руки правосудие? Дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать, не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Бодиевицах, застрелили раз собаку в лесу за учебным плацем. А собака была Капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит, пусть выйдет вперед каждый десятый. Само собой, разумеется, я оказался десятым. Встали по стойке смирно и не моргни. Капитан расхаживает перед нами и орет. Бродяги, мошенники, сволочи, гиена пятнистый, всех бы вас за этого пса в карцер укатать, лапшу из вас сделать, перестрелять, наделать из вас отбивных котлет. Я вам спуску не дам. Всех на две недели без отпуска. Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо. Я невиновен, я невиновен, повторял взъерошенный человек. Иисус Христос был тоже невиновен, а его все же распяли. Нигде, никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. Держи язык за зубами и служи, как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело. Швейк лег на койку и спокойно заснул. Между тем привели двух новичков. Один из них был боснеец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Вторым был трактирщик-палевец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул «Я уже здесь!». Швейк сердечно пожал ему руку и сказал «Очень приятно». Я знал, что этот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность вещь хорошая. Но палевец заявил, что такой точности цена дерьмо и шепотом спросил Швейка, не вор ли остальные арестованные? Ему, как трактирщику, это может повредить. Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства Голицкого-Мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании. Сидят из-за эрцгерцога. Павелец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя-императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя-императора. — Замарали мне его бестии, — закончил он описание своих злоключений, и под конец довели меня до тюрьмы. — Я этого мухом так не спущу, — добавил он угрожающе. Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвезти на допрос. И так, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами «Добрый вечер всей честной компании». Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги «Ламброза. Типы преступников». Ламброза Чезаре 1835-1909 итальянский профессор психиатрии, изучавший типы преступников. Книги с названием «Типы преступников» среди его трудов нет. Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал «Не прикидывайте с идиотом». «Ничего не поделаешь», — серьезно ответил Швейк. «Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссии я официально признан идиотом. Я официальный идиот». Господин с лицом преступника заскрежетал зубами. «Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти». И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда. Отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте. «Что вы на это скажете?» победоносно спросил господин со звериными чертами лица. «Этого вполне достаточно», невинно ответил Швейк. «Излишество вредит». «Вот видите, вы же сами признаете. Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Вот когда я был на военной службе...» «Молчать!» — крикнул полицейский комиссар на Швейк. «Отвечаете только, когда вас спрашивают. Понимаете?» «Как не понять?» — согласился Швейк. «Осмелюсь доложить. Понимаю, и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться». «С кем состоите в сношениях?» «Со своей служанкой, ваша милость». «А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?» «Как же, ваша милость!» «Покупаю вечерний выпуск национальной политики. Сучку!» «Национальная политика. Сучка. Чешская буржуазная газета. Национальная политика. Получила в народе ироническое прозвище «Сучка». «Вон!» — заревел господин со зверским выражением лица. Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал. «Спокойной ночи, ваша милость». Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один. Немножко на вас покричат, а под конец выгонят. «Раньше», — заметил Швейк, — «бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинет. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того, как это сделали со святым Яном Непомуцким». Ян Непомуцкий, 1340-1393, католический святой, патрон Чехии, по приказу короля Вацлава был утоплен за то, что отказался открыть тайну исповеди королевы. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Пока его не сбросили с Элишкина моста, Швейк ошибается, Элишкин мост был построен в 1865-1867 годах, а Ян Непомуцкий, по преданию, жил в XIV веке. Таких случаев пропасть, а потом человека четвертовали или же сажали накол где-нибудь возле музея. Если же преступника просто бросали в подземелье на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. — Теперь сидеть в тюрьме одно удовольствие, — похваливал Швейк. — Никаких четвертований, никаких колодок, койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносит, отхожее место под сам носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос, по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживленно, одного ведут сюда, другого туда, тут молодой, там старик, мужчины, женщины. Радуешься, что ты, по крайней мере, здесь не одинок. Всяк спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут, мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены по вашему собственному выбору. Это был тяжелый выбор. Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу. Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул «Швейк, оденьтесь и идите на допрос». «Я оденусь», ответил Швейк. «Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И, кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду уже во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии». «Вылезти и не трепаться», последовал ответного, проявленное Швейком джентльменство. Швейк опять ощутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно. «Во всем признаетесь?» Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал. «Если вы желаете вашу милость, чтобы я признался, так я признаюсь». «Мне это не повредит, но если вы скажете, Швейк, ни в чем не сознавайтесь, я буду выкручиваться до последнего издыхания». Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался. И Швейк подписал показания Брэд Шнейдера со следующим дополнением. «Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми». Йозеф Швейк Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину. «Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?» «Утром вас отвезут в уголовный суд», последовал ответ. «А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?» «Вон!» раздался во второй раз, рев по ту сторону стола. Возвращаясь к своему новому огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному «Тут все идет как по писанному». Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил. «Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда». Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла. Только боснеец сказал «Приветствую». Укладываясь на койку, Швейк заметил «Глупо, что у нас нет будильника». Утром его все-таки разбудили и без будильника, и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд. «Поздняя птичка глаза продирает, а раннее носок прочищает», сказал своим спутникам Швейк, когда зеленый Антон выезжал из ворот полицейского управления. Зеленый Антон — так назывался полицейский фургон, в котором перевозили арестованных. этак которую отстал поднялznyr из bars птичка птичка налит евро персонаж Продолжение следует...